Даже Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не призывал к бою, к сражению, но когда он завоевывал Мекку, он прежде всего проявлял милость и пытался уклониться от сражений, только там, где это возможно. Никогда не призывал к сражению, но только не по отношению к хариджитам. Когда речь заходила о них, он говорил, «Если бы я дожил до времени хариджитов, я убивал бы их, как врагов Аллаха из народа Адиты». Почему он остановился, акцентировал внимание на хариджитах? Потому что хариджиты не уважали других людей. Они не думали о них, они думали только о своих узких интересах. Их позиция по отношению к сподвижникам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, заключается в том, что они признавали Абу-Бакра и Умара и отрекались от Усмана и Али. Понятие отречения употребляется чаще всего по отношению к действиям, а не к людям. И здесь я хотел бы напомнить, что ярый хариджит Абдурахман бин Мульжа молился до полуночи, чтобы приблизиться к нашему господину Али в целях его убийства, будучи уверенным в совершении им богоугодного дела. Он вознамерился убить самого правителя мусульман Али, который еще при жизни был обрадован раем, был мужем дочери Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и был тем, кто в опасную для Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ночь лег на его постель, готовый принять на себя удар неверных. Как видно, это опасная идеология хариджитов, то есть теперешних ваххабитов, очень трудно поддается лечению.